Космическая станция Что должно быть у настоящего криминального гения? Правильно, деньги, запрещенные вещества и оружие. Ну можно еще и женщин, но последнее для Олега лишь мелочи. Итак, наша цель хранилище с драгоценностями. Охрана, система безопасности, все на высшем уровне. Можно сказать, что миссия практически невыполнима, по крайней мере для простого гражданского, коим Олег, к сожалению, является. Но отличает его от всех проходимцев специальный костюм, сумка и циркулярная пилу, была найдена и в коридорах станции. Так что, можно сказать, дело в шляпе. Осталось только вскрыть дверь и не попасться сотрудникам СБ. Как шлюз, так и дверь оказались открыты. Это дело было самым простым в его криминальной жизни. Еще ни разу хранилище за историю не находилось в столь уязвимом состоянии, а значит, пора брать быка за рога. Алмазы, золото, инженер, пришедший чинить дверь, ой, эм, простите, вышел. Сумку не обыскали, а значит, хоть и наполовину, но Олег выполнил первый пункт плана. Итак, двигаемся дальше по списку. Знакомьтесь, Филипп Макфлай, местный сумасшедший и человек, делающий все для создания благоприятных условий для жизни своего хомяка на борту. Алкоголь, космонаркотики и любые вещества, вызывающие зависимость, вот его профиль. Итак, это именно тот, кто нам нужен, ведь этот подпольный химик может сделать все, что угодно своими золотыми руками. А вот, кстати, и золото. Кубок, алмаз, ничего из этого ему не подходит, этот шизик играет по-крупному, все, что ему нужно, это золотая цепь. Благо, Олег уже знает, где найти эту поприкушку. Остается лишь во второй раз проникнуть в хранилище. Охраны нет, людей тоже. Вскрытием шлюза занимается ломик, а вскрытием двери — руки Олега, ведь ее все еще никто не починил. Забираем награбленное и встречаемся с барыгой. Украшение, космонаркотик, сделка. Два пункта вычеркнем, остается только... Оружие. Деньги для Олега не проблема, нужно лишь подгадать момент, сблизиться с владельцем и выторговать промышленный лазер. Как его использовать и зачем, неважно, главный размер и устрашающий вид. Алзор Грин, хламовщик, барыга и искатель несметных сокровищ в тех местах, куда здравый человек никогда не зайдет. Для таких людей предложение о помощи может стать отличным поводом для успешной сделки. И так необходимо только открепить лазер от пола, и дело сделано, а для этого нужен разводной ключ. Его можно найти в тех отсеках, которые переполнены потерянными инструментами и всяким полезным хламом. Главное, не напороться на неприятности. Стоять! Ты что там делал, гадюка и бычая? Видимо, таков конец криминальных похождений Олега. Начался допрос. Главное, все отрицать и не говорить ничего лишнего. Увидев содержимое рюкзака, блюстители порядка сразу принялись расспрашивать не о награбленном, а о циркулярной пиле, самой бесполезной вещи в сумке, которой так и не нашлось применения во время вскрытия замков. Ответом стало... Нашел. Ответ до нельзя банален. Завертев языком и представившись торговцем, Олег выменял свою свободу на циркулярную пилу и был освобожден без каких-либо проблем. Алзор Грин тем временем совершал сделку века, и оказалось, что лазер также входил в ее условия. А значит, Олег остался ни с чем. Тем не менее, в сумках Грина, по его словам, оставалось еще много интересных вещей, которыми, к сожалению, оказались музыкальные инструменты, алкоголь и различного рода мелочевка. Но мне нужно оружие. Услышав эти слова, торгаш отвел Олега в самый темный уголок технических тоннелей. Ты мне продвинутый магнитный сафоги старшего инженера в единственном экземпляре, а я тебе взамен любую легальную или нелегальную вещицу. Так еще и со станции сбежать помогу. По рукам? По рукам, ответил Олег. Итак, вопрос на миллион. Куда пропадает большинство потерянных вещей на станции? Правильно, в утиль. Остается лишь прыгнуть в мусоропровод, нажать на заветную кнопку и добыть необходимые ботинки. Эвакуационный шаттер пристыковался к станции. У вас есть несколько минут для посадки. Кэп, я покупаю всю станцию. Похоже, удалось. Я выжил. Приветствую, сотрудник. Вы были выбраны для проведения операции по саботированию работы космической станции. Кодовое имя – Олег Кузнецов. Перед вами стоит три задачи. Выкрасть машинную плату из консоли связи, устранить главного инженера Йосефа Шеренга и ликвидировать интерна по имени Кирилл Пучек. Более детальная информация отправлена на ваш КПК. Обязательно убедитесь, чтобы трупы не попали на шаттл во избежание последующего клонирования. Вам на помощь направлено несколько наших агентов. Удачи! Перед началом выполнения задания нужно обязательно визуально определить своих жертв, а позднее подобрать идеальный момент для их устранения. Для поиска подельников еще слишком рано, тем более на общей частоте проблемы со связью, а до того, как у мыши отберут рацию, еще полно времени. Кирилл Пучек оказался в медотсеке, где проходил начальную подготовку со своим наставником. Пока что это самая легкая цель, так что его убийством можно заняться и позднее. А вот главного инженера будет тяжело достать, потому что карты доступа к нему в отсек у меня нет, а на внешние работы он выходит редко. Обычно этим занимаются рядовые инженеры. Так что придется оставить убийство на конец смены, а сейчас есть дела поважнее. Пора вернуться на свое рабочее место и постараться не выделяться. Нек Касвиом, будучи моим начальником, дал мне несложную работенку, которая поможет отвести назойливые взгляды. Но она не совпадала с моей задачей, так что пришлось попросить его объяснить принцип работы консоли заказов. Мне повезло, что начальство определило меня именно в отдел карго, так что с первой задачей у меня проблем возникнуть не должно. Тем временем в рации на общей частоте послышалось кодовое слово. Я сразу двинулся в церковь, но заплутав, наткнулся на Арсения Зыкова, который, не переходя на шепот, стал расспрашивать меня о задании. В итоге, после короткого разговора, он сообщил, что его первостепенной задачей является сопроводить меня на шаттл по окончании смены. Меня этот расклад более чем устраивал, так что я вернулся к Интерну, который вовсю был занят своей работой. Пока что для сближения с целью в Миде было слишком много народу, поэтому пришлось вернуться в карго. Там меня ждал Тайлер Дейн, как выяснилось, мой второй сообщник. Сначала он без контекста сказал кодовое слово, а потом в техах начал громко говорить про доверенное ему задание. Несмотря на человека, стоящего прямо за стеной. В общем, сразу видно, профессионал. Пришлось быстро вести его в курс дела и вернуться на рабочее место, чтобы наконец вытащить плату из консоли связи. На мою удачу консоли было две, так что проблем с изъятием платы не возникло, а её потерю заметят нескоро, если вообще заметят. Тем временем к нам в карго заглянул детектив, сообщивший о гибели двух мусорщиков. Это и стало первым звоночком. Всего пару секунд назад я вытащил плату из консоли, и именно в этот момент пришёл детектив. Именно в этот момент кто-то нашёл сумку с костюмом синдикатовца, так ещё какой-то парень сообщил о моём подозрительном поведении. Всё явно играло против меня. Заметив мой взгляд, детектив выкрикнул моё имя. Сердце стучит, поджилки трясутся. Обыск. Я начал играть дурачка и заниматься своими делами, тем более детектив всё никак не переставал что-то говорить в рацию, да и вдруг у него появятся более важные дела, нежели докапываться до простого грузчика. Я начал нервно пить газировку и притворяться, что не слышу слов детектива. Но сотрудник в полном абунировании сразу же поставил все точки над «и». Сопротивляться было бессмысленно, так что пришлось повиноваться и проследовать в СБ. Больше всего я боялся того, что заглянув в мой КПК, они обнаружат записи о целях миссии, а главное – портативный магазин с товарами синдиката. В допросной детектив сразу же принялся проводить обыск, и мои опасения подтвердились. КПК вместе со всеми вещами были брошены на пол, а вокруг собралось множество людей. Они начали говорить об отпечатках на отравленном трупе, о дробовике, даже приволокли костюм синдиката. В мыслях было лишь одно – надо спасать свою шкуру. Но детектив попросил успокоиться и сказал, что ко мне это не имеет никакого отношения. Ко мне же у него был иной разговор. Больше всего детектива волновал донос о переговорах в техах с упоминанием какого-то задания. Пришлось перевести ход разговора в сторону Тайлера и сказать, что именно он докучал своими расспросами, а я лишь случайно оказался не в том месте и не в то время. Детектив поверил всему сказанному и выпустил меня из отдела. Глава карга порадовался прибытию своего сотрудника и через некоторое время в отдел заглянул Тайлер. На этот раз он был в костюме уборщика. Я постарался предупредить его о скором прибытии детектива, однако оказалось, что тот прятался в темном углу во время аварийного выключения света. Пришлось незамедлительно импровизировать. Я наплел детективу о том, что Тайлер приходил к нам, дабы убрать масляные пятна, а вся эта суматоха лишь большое недопонимание. Естественно, никаких пятен не было и в помине. Вновь одураченный, детектив прошел внутрь отсека и сказал, что мы последний живой персонал из отдела, ведь все утилизаторы попросту мертвы. А пока все остальные пытались узнать подробности случившегося, мой взгляд привлекла взломанная дверь, ведущая в технические тоннели. Чутье подсказывало отправиться разыскивать нарушителя, ведь он мог оказаться моим подопечным. Внутри я не встретил никого, кроме медиков, кричащих о том, что я нарушаю все писанные и неписанные законы. Так что без зазрения совести я вернулся обратно в отдел. Меня сразу смутило отсутствие света в отсеке. После открытия шлюза тело начало разрывать изнутри, а из дальних уголков карго послышались протяжные стоны. Люди нуждались в помощи, но смерть детектива мне была только на руку, а выполнение задания было превыше всего, поэтому я развернулся и отправился в более безопасное место, а именно в мед, где должна была находиться моя первая цель. Во всей станции были проблемы с электроэнергией, и то тут, то там была нарушена герметичность отсеков, поэтому до меда я дошел немного потрепанным. Внутри все было покрыто кровью, а в качестве освещения использовали все, что найдется под рукой. Благо, даже в этих условиях мне оказали первую медицинскую помощь. Вдруг в обшивке станции образовалась новая брешь, и мне пришлось покинуть мед. Внутри как раз стоял Кирилл Пучек, которого я запер внутри разгерметизированного отсека. Осталось лишь подождать, пока сотрудники закроют пробоину, и убедиться в том, что парень мертв. Вернувшись в мед, я обнаружил выживших запертых в комнате, а посреди коридора лежало немного раздувшееся тело. Незамедлительно я схватил бездыханного интерна, и поволок за собой в технический отсек. А дабы удостовериться в том, что его точно не заберут со станции, размажил ему голову монтировкой, и для пущей уверенности задолкал бездыханное тело в утилизатор. Осталось прихватить с собой труп другого сотрудника, чтобы отвести от себя все подозрения. Кислорода осталось всего на несколько минут. Видимо, это мои последние минуты. Это был первый день, когда новобранец Олег Кузнецов прибыл на станцию в качестве рядового сотрудника службы безопасности. Взяв с собой все необходимое снаряжение, он отправился на инструктаж, где его определили в качестве напарника к более опытному офицеру. Евгению Прикожину не впервой было работать с новобранцами, поэтому этот приятный мужчина сразу стал рассказывать все тонкости данной работы. После чего Олег отправился в свой первый патруль. Но не успели они далеко уйти, как в рации прокричали сообщения о подрыве библиотеки, а на станции объявили красный код. Служба безопасности имела дело не просто с одиночным нарушением, а с целой группой людей, планирующих устроить теракт на космической станции. Все сотрудники незамедлительно двинулись в направлении своего отдела. Каждому без исключения было выдано табельное оружие. Напарники сразу двинулись в кабинет детектива, чтобы определить местоположение подозреваемых и узнать о возможных жертвах. Медлить было нельзя. Уже через минуту Олег и Евгений были на пути к библиотеке. В баре не было ничего подозрительного, как в принципе и в медицинском отсеке. Но тут рядом с медом попыталась проскользнуть подозрительная личность, в противогазе только что вышедшая из бара. За напарниками он не шел. В самом баре его тоже не было. А значит, скорее всего он пришел сюда через технические тоннели. В то же время послышалась и фамилия этого гражданина. Напарники быстро среагировали, и спустя считанные секунды подозреваемый по имени Цезарь был задержан и направлен в отделение службы безопасности. Спустя некоторое время оказалось, что при нем находился световой меч, указывающий на непосредственную принадлежность террористической организации под названием Синдикат. Но времени на празднование не было. В рации снова прозвучала информация о подрыве. В этот раз целью стал отсек отбытия. Напарники тут же ринулись в назначенное место. Однако шлюзы были перекрыты, а в отсеке наблюдались явные признаки разгерметизации. Евгений направился искать обходной путь, а к Олегу подошел парень, желающий вступить в ряды службы безопасности. Направив парня к более уполномоченному лицу, Олег осознал, что время было потрачено впустую. Ведь к тому моменту, как напарники встретились, в отбытии стало безопасно. А значит, нужно было вернуться к своим обязанностям, а именно патрулированию окрестностей. Их выбор пал на технические тоннели и западную часть станции. К сожалению, кроме строительного мусора и косвенных доказательств наличия там людей, они ничего не обнаружили. В это же время другая группа сообщила, что в восточной части тоже все было чисто, а значит оставалось проверить только верхние технические тоннели. Внутри, на первый взгляд, не было ничего подозрительного, однако напарникам не давало покоя запертое хранилище для тел и неразборчивый шепот гола паразита. Об этом сразу же сообщили в рацию и поиски продолжились. Вернувшись в библиотеку, напарники наткнулись на мужчину в костюме уборщика, имя которого совпадало с человеком, находившимся в розыске. Однако после обыска, помимо инструментов, ничего обнаружено не было. Вел он себя, конечно, подозрительно, все время шатался рядом с библиотекой и несколько раз пытался проникнуть в техи, но было решено оставить бедолагу и продолжить поиски. Олега и Евгения все никак не отпускали странные звуки внутри тоннелей, источниками которых оказались простые мыши и, как оказалось, не только. Красный кот подозреваемый находился в технических тоннелях, а прибывший медик и сотрудник СБ быстро повязали парня в костюме уборщика за вандализм и побои. В этот раз Олег усвоил для себя важный урок – всегда прислушиваться к своему внутреннему голосу. Тем временем в Бриге поймали еще одного синдикатовца, однако в той области, кроме нескольких взломанных отсеков, напарники ничего не нашли. Да и за работу уже взялись инженеры, пытающиеся восстановить работу дверей. В техах, кроме рабочих и священника, никого не было, а проблемы с клоуном и проблемами можно не считать, так что работа на станции продолжила идти своим чередом. Однако идиллия не могла продолжаться вечно. Олега и Евгения остановил повар. К нему на кухню через техи ворвался гражданский и, увидев повара, попытался скрыться. Все ближайшие сотрудники незамедлительно направились на поиски. Но никакой ориентировки не было, а значит подозреваемого нужно было искать по необычному поведению. Выйдя в церковь, напарники наткнулись на мужчину в костюме Деда Мороза, копающегося в чьих-то вещах. Началась погоня. На просьбу остановиться мужчина не реагировал, а добежав до мостика, Евгений и Олег нашли лишь брошенный костюм. Олег забрал улику, а Евгений, запомнив имя преступника, объявил в розыск Николая Смирнова. Напарники вернулись на место преступления, где нашли КПК и записку с планом ограбления бармена. Для нахождения автора был вызван детектив. Он и подтвердил, что мужчина, испугавший повара, подозреваемый, написавший записку, и беглец, носивший костюм Деда Мороза, один и тот же человек. Детектив также рассказал о сообщнике преступника, оказавшемся вторым поваром, а значит осталось лишь поймать виновных и наказать по всей строгости закона. Повар был найден в медиа и отведен в СБ, после чего напарники направились к месту отбытия для обыска подозрительных личностей и обеспечения эвакуации персонала станции. На месте оказалось множество людей, а сотрудники СБ не справлялись с таким количеством гражданских. Воспользовавшись неразберихой, один из террористов достал взрывное устройство и неразборчиво прокричал. Один из сотрудников вынул автомат и без разбора стал стрелять по гражданским, что вызвало еще большую неразбериху. Звук от взрыва погасила пустота безкрайнего космоса, обшивка отсека пробита, а террористы еще один человек были мертвы. Однако инженеры быстро золотали обезображенные стены прямо к тому времени, когда прибыл Шаттл. Времени было мало, и люди без очереди стали ломиться на эвакуационное судно. Но что больше всего пугало Олега, это то, что в этой огромной толпе он не видел Евгения. Наихудшие предположения Олега подтвердились. Евгений не дышал. Видимо, взрыв зацепил его, когда он пытался остановить террориста. А недолгое пребывание в открытом космосе только усугубляло положение. «Женя, держись!» прокричал Олег. Он положил Евгения на каталку и молил того не сдаваться. «Нахожусь в неизвестном пространстве». «Боже, что здесь произошло?» «Крысы, крысы, крысы!» «Я в небытии». «Одна таблеточка для детектива?» «Черт, детектив явно хочет!» «Я в центре поля, которое вращается вокруг моей оси». «Вославьте Всевышнего, дети мои!» «Я фигура на доске». «Тебе никогда не выбраться отсюда». «Я центр вселенной». Я Олег Кузнецов. »